Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Работу надо поднять. Работу администрации Егорлыкского района разобрали в правительстве. Для начала обучить робота, а в будущем защищать персональные данные. На уроке цифры. Школьников призывают идти в IT-профессии. Мелочи, интересные женщинам 100-200 лет назад. Выставка «Дамские штучки» работает в публичной библиотеке. Братья-казаки и сестры-казачки. В этом послании надежда и чаяние ваших прадедов и прабабушек. Будьте лучше нас. Делайте все, зависящее от вас, чтобы на Донскую землю больше никогда не пришла война. Эти строки послания казаков 2019 года потомкам на полвека вперед. Капсула заложена в Верхнедонском районе к столетию казачьего восстания. Прабабушку Ляшу застегали во дворе. Воспоминания верхнедонцев встают живыми картинами через 100 лет. Казакам надоело воевать. Первая мировая, гражданская. И поверив обещаниям командования Красной Армии, открыли фронт и разошлись по домам. А следом пришли продотряды. Забирали излишки продовольствия. А по мнению казаков грабили. Здесь, в станице Шумилинской, больше всего зверствовал отряд комиссара Маруси. Не выдержав многочисленных расстрелов и грабежа, казаки снова взяли оружие. Подняли восстание. Местные казачки растерзали эту Марусю. И двинулись казачьи сотни на Казанскую. Утром 11 марта станицу окружили и разбили отряд в 300 красноармейцев. И эшелон солдат в тысячу штыков. Это страшная была резня. У казаков не было ни патронов. Постоянно в рукопашную. И очень страшно. Это не дай Господь никому. Шел в рукопашную прадед Юрия Карташова. Казак у Таравязовского Яландской станицы Николай Бесхлебнов. Георгиевский кавалер был ранен и умер от гангрены. Такие истории есть практически в каждой казачьей семье. Дед мой по матери, родной дед, погиб под Воронежем. Мои дядьки двоюродные. Двоюродные. Они где-то чека убиты подвежками в брунах. Вспомнить погибших родных казачий сотник Афанасий Щегольков приходит к поклонному кресту. Знает о них по воспоминаниям бабушки. Подавлять восстание шел Кронштадтский полк. Казаки моряков обманули. Многочисленность вооруженных полков имитировали казачки. Молодых женщин собрали всех. И с вилами, с косами там. И с троем. Ну, типа как воинская колонна. На виду, откуда наступали, оттуда видно было. Их с хутора на бугор. И там они заходили за курган и опускались в лох. И по логу возвращались назад. И так несколько раз. Пока красный считали солдат в юбках, казачья конница зашла им в тыл. Повстанческую армию возглавил 28-летний Харунжи Павел Кудинов. За что и отсидел потом 11 лет в лагерях. Сейчас настали времена, когда мы можем уже писать свою правдивую историю. Мы можем ходить в церкви православные, молиться, возрождать казачество. Для нас это является уроком, чтобы в будущих поколениях это никогда не повторилось. Потому что гражданские войны – это самые страшные войны. И в гражданских войнах нет победителей. В память о Верхнедонском восстании казаки заложили для потомков из 2069 года капсулу с посланием, в котором призвали унаследовать мужество и духовное величие предков. И пожелали мира, добра и созидания. Олеся Слонько, Андрей Токарев, Дон-24, Верхнедонской район. Не осудите братья-брата. Так заканчивается второй том Тихого Дона. Под таким же названием откроется выставка в Ростовском Шолохо в центре 11 марта. Именно в этот день, 100 лет назад, началось Верхнедонское или Вешенское восстание. Трехмесячный мятеж донских казаков против красноармейцев. На пресс-конференции в Дон Медиа рассказали об уникальных экспонатах. Посвященных тем событиям выставки. Это будут личные вещи, оружие, документы, фотографии. К созданию экспозиции привлекут три музея. Музей-заповедник Шолохова, Новочеркасский музей истории донского казачества и областной музей краеведения. Гостям впервые предложат пройти дорогой Григория Мелехова и сделать выбор. Нейтралитет нельзя было сохранить в этой ситуации. Нужно было идти либо за белых, как рассказывал Александр Михайлович, либо за красных. Ну вот, это наши гости, наши посетители и смогут на себе прочувствовать. Прочувствовать атмосферу гражданской войны помогут театральные инсценировки, свет, звук и даже запах. На один из залов из выставочных мы посвящаем именно земле и все-таки именно тому, за что люди воевали. Поэтому там действительно будем пытаться воссоздать запах сырой земли. Новочеркасский музей представит настоящую шашку полковника Чернецова. Будут среди оружия и самодельные патроны участников Вешенского восстания. Две с половиной тысячи человек спасено в прошлом году. Итоги госпрограммы защиты от ЧАЭС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на воде подвели сегодня на заседание областного правительства. Всего на повестке 18 вопросов, в том числе отчет о работе администрации Игорлыкского района. Областная система безопасности – это 1300 спасателей и пожарных. В прошлом году они выезжали на ликвидацию последствий ЧАЭС 30 тысяч раз. На техподдержку и сопровождение спасательных операций было выделено 1,2 млрд рублей. Реализован первый этап АПК «Безопасный город». Пять муниципальных образований сегодня участвуют в региональной платформе. Эта платформа будет и дальше развиваться. Вот в этом году мы планируем присоединить еще 20 муниципальных образований. Хорошо себя эта система зарекомендовала в период проведения Чемпионата мира по футболу. Открыты две новые пожарные части. Одна рядом с Платовым для обеспечения безопасности аэропорта, другая в хуторе – старая станица Каменского района. Под ее защитой 78 населенных пунктов и участок трассы М4ДОН. Годовой отчет о работе спасателей и пожарных областное правительство утвердило, как и результаты работы властей Егордыкского района. В сфере экономики отмечаются следующие тенденции. В сельском хозяйстве. В районном перевыполнены все целевые показатели реализации государственной программы. По иным показателям район находится на следующих рейтинговых позициях. По привлечению инвестиций по итогам 9 месяцев 2018 года район занял 33 место. По увеличению оборота розничной торговли муниципалитет занимает 21 место среди городских округов и муниципальных районов области. Глава Минздрава отметила хорошую работу по обеспечению кадрами больницы-поликлиник. Министр экологии похвалил за эффективную борьбу с выжиганием сухой растительности. А первый зам губернатора обратил внимание главы района на невысокий уровень средней зарплаты – около 22 тысяч рублей, при областном показателе – 30 тысяч. Конечно, будем проводить мероприятия о повышении заработной платы отдельным категориям работников. И здесь у нас в 2018 году медики получали 23 800, образование 20 850, социальное обслуживание 25 700, дополнительное образование 26 847. То есть по исполнению указов однозначно будем работать и все цифры, задачи поставленные, выполним. На повестке заседания также были вопросы о присвоении звания ветеран труда Ростовской области и создании оргкомитетов по подготовке к празднованию 74-й и 75-й годовщин Победы в Великой Отечественной войне. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Эта работа в современном мире все важнее. Интерес школьников к IT-специальностям повышал на уроке цифры министр информтехнологий и связи. А ученики Ростовского экономического лицея, в свою очередь, научили робота различать и кормить животных в зоопарке. Робота нужно научить различать животных, чтобы он не насыпал льву на обед травы. В общем, знал, кого и чем кормить. У аппарата есть камера, и он всему научится по фотографиям. Сначала школьники выбирают подходящие. Такого нет. Не подходил. Тоже не подходил. Это тигр. Тигр, 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 тигр. Тигр, тигр, тигр. Это собака. Это собака. Медведь. Леопард. Далее, чтобы составить алгоритм, нужно выбрать критерии, по которым робот будет медведя от леопарда отличать. И, наконец, проверка в деле. Школьники загрузили алгоритм роботу и проверили его работу в виртуальном зоопарке. Такие уроки повышают интерес школьников к IT-профессиям, уверен министр информтехнологии и связи. Он сейчас педагог. Рассказывает, как нужны грамотные, инициативные и талантливые молодые IT-специалисты. Мы убеждены, что Донская земля полна таких талантов. Наша задача просто вовремя быть рядышком, подсказать, что для детей сегодня созданы такие-то общественные организации, такие-то кружки, что работают сегодня в полную силу эти парки. От того, как будут работать молодые, зависит очень многое. Например, сохранность наших с вами персональных данных. Прослушав лекцию, поработав с роботом, лицеисты действительно заинтересовались профессией. Например, Ева Бадура до этого урока мечтала о журналистике, а теперь передумала. Меня очень заинтересовала профессия IT-специалиста. Особенно, как Герман Анатольевич сказал, что очень мало IT-специалистов в нашей стране, непосредственно в Ростовской области. И это очень востребованная, высокооплачиваемая работа, которая будет на протяжении ближайших 10 лет точно востребована. Уроки цифры планируется проводить ежемесячно до мая. Евгения Слинкина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Журналы МОД, женские календари, книги о красоте и здоровье, спорники советов, как обустроить дом, воспитать детей и стать экономной. Все это издается сегодня огромными тиражами. Но и 100 и 200 лет назад тоже был так называемый глянец. О каких дамских штучках тогда писали, рассказывает выставка в публичной библиотеке. Небольшая книжица «Пандора. Календарь роскоши и моды» – это было приложение к одному из первых немецких журналов мод. Здесь фоксимильное издание 1787-89 годов. Золотые обрезы, роскошная обложка с цветочным орнаментом, цветные иллюстрации внутри. Содержал он не только календарь традиционный в нашем понимании, но также образцы последней моды немецкого платья, ноты популярных на тот момент музыкальных произведений. Как видим, миниатюрное издание – отнюдь не современная находка. Продавцы книг активно использовали такой формат для массового чтения. Альбом – бальное платье российской знати. Сейчас перелистать не можем, но фотографии 1903 года многим отлично знакомы. Именно по фотографиям, сделанным на том знаменитом маскараде, были оформлены современные всем известные игральные карты. Король, дама и валет, одеты именно в те же костюмы, в которые гости бала маскарада в Зимнем дворце. Мы постоянно говорим о моде в настоящем или будущем времени. Сегодня редкий случай в прошедшем. С интересом ко всему, что связано с ней, женщина, кажется, просто рождается. Это сборник рассказов писателя Лебровича «Счастье портит, бедность учит». Рассказы о девочках для девочек. Она выполнена в едином серийном для библиотеки крошка оформлений, в голубом однотонном каленкоровом переплете. «Дамские штучки» – это масса интересных деталей, которые не сразу заметишь и поймешь. С мужской точки зрения, конечно, но мы-то знаем в этом толк. Галина Белоусова, Александр Чалый, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 18.30. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин